Александр закончил университет год назад и уже работает конструктором. Попасть в штат по специальности так быстро получается не у всех. А парень уверен, закрепился на предприятии благодаря инженерной практике. Мы работали в студенческом конструкторском бюро, в котором мы набрались определенного опыта, который помог нам в дальнейшей работе. Его опытные коллеги говорят, что такая практика на реальных задачах помогает в будущей работе, чтобы работодатели были заинтересованы в трудоустройстве выпускников технического вуза. В следующем году существующий научно-исследовательский институт технологии машиностроения «Анитим» ждут реформации. На базе Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения «Анитим» будет создан научно-технологический центр. Как раз, собственно, будет возрождена роль «Анитима». Это как раз организация, которая разрабатывает конструкции, доводит их до технологического решения и дальше идет сопровождение. И, конечно, здесь у нас большие возможности для сотрудничества. Студенты конструкторского бюро ЛГТУ и научно-исследовательского института выполняют заказы и предлагают разработки крупным алтайским компаниям. Например, ученые занимаются созданием систем автоматического пилотирования сельхозтехники. В рамках создания научно-технического центра нам в первую очередь понадобятся конструктора, технологи. Причем это те люди, которые будут работать и в офисе, и в производственном комплексе. «Анитим» – это Алтайский научный институт технологии машиностроения. И ключевым словом является здесь институт. С 1957 года это предприятие занималось наукой, разработкой новых моделей техники. Поэтому создание НТЦ, мне кажется, является логичным. По мнению экспертов, если инженера самых ранних лет обучения привлекать в науку и исследование, где работа ведется с живыми разработками, это повысит не только качество обучения, но и качество будущих технологий. От этих самых студентов или аспирантов. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком!